У меня дочь в России. Я сама родилась в России. Я люблю Украину, люблю украинский народ, но с современной властью я мириться не хочу. Я не хочу, чтобы мы правили фашисты. Если мы будем с Украины, нас просто вырежут, нас будущего нет, а с Россией мы будем людьми. Жду исторической справедливости. Ну, наверное, чтобы у нас все спокойно стало, чтобы все успокоилось, потому что очень много говорится о том, что у нас в городе все неспокойно. Хотим, чтобы у нас, вот все посмотрели, что у нас все спокойно, весна, 8 марта и все хорошо. Думаем, ну, надеемся на то, что у нас пройдет все спокойно, никаких боевых действий не будет и все останется в мире. Положительно. Положительно, да. А что ждете от него? Ждем жизни хорошей, стабильной. Не прятаться, не бегать, не жить, как сказать, за будущее наших детей. Спокойства и стабильности хотим. Много спокойствия, стабильности. И вернуться на свою родину. Мы родились еще при Советском Союзе, когда была РСФСР. Очень рады, мы вообще благодарны. Мы хотим домой, мы хотим в Россию. Мы с двумя-тремя руками за то, чтобы референдум был. Это правильное решение и, ну, мне кажется, что больше людей проголосуют за Россию. Мне кажется, что это хороший шанс нам самим решить свою судьбу. Только положительное. Мы только за, чтобы присоединились мы к России. Потому что с фашизмом мириться нельзя, мириться мы не будем. Нам наша родина важна, и мы только за нее. Как вы считаете, а что вообще будет в Украине после того, как сейчас они примут условия МВФ, которые... И тут будут некоторые экономические показатели... Нам, вот, вот лично мне, мне все равно, что с ней будет там. Мне главное, что у меня здесь все спокойно, что у меня ребенок будет жить в нормальной стране. И все, вот что самое главное. И разговаривать на том языке, на котором она родилась, она привыкла на нем разговаривать. Вот что самое главное. Ну, у меня, честно говоря, приличных слов по поводу того, что будет в Украине, нет. Поэтому ничего хорошего не будет. Мне жаль людей, которые остаются в Украине. Крах. Крах. Где сейчас? Как можно повысить пенсионный возраст? И вообще, не знаю, Олена Ивановна, помогите. Мне непонятно, почему Запад, такие двойные стандарты у них. Значит, та власть незаконная, а наша почему незаконная? Значит, если там признали, значит, должны быть, и если бы хотели они, они сами разрушают единство и целостность Украины. Если бы они хотели, чтобы Украина была целостная, они бы собрали со всех регионов людей бы, сказали бы, что вы хотите, давайте выработаем здесь какие-то вот общие, чтобы всех устраивало, и сделаем нашу Украину. А что они ждут с Запада эти деньги? До 20-го года будут выплачивать деньги уже сейчас. Разве это мера? Надо было нашим олигархам отдать свои дома, заселиться в наши квартиры, получить наши зарплаты, и вот если бы они отдали все наворованное, они бы оплатили государственный долг, они бы подчинили все вот эти вот дома, которые разрушили во время Майдана, и они бы насытили наш бы бюджет, понимаете, и нашу казну, ведь разворовали все. Ну, я думаю, для Украины наступят очень тяжелые времена. Порезко упадет благосостояние людей, мое мнение. Особенно больно ударят по незащищенным слоям, это пенсионеры, ну и госслужащие те же. Так что вот так. А вы видите будущее Крыма в составе Украины? Каким вы видите его? Вы знаете, что 20 лет, которые мы здесь прожили, я сам русский, так имею украинское гражданство. И надеялся, что нормально будет, жить мне тут будет комфортно и все. Ну, 20 лет вот эти, которые прошли, показали, что ничего хорошего от украинских властей, начиная с самых первых, после, так сказать, обретения независимости вот сейчас, мы не видим. Если отвечать, что будет с Украиной, то хочу сказать, что с тем правительством, которое есть сейчас, я вам не могу ответить на этот вопрос. Потому что они меняют свое мнение и принимают, то принимают законы, то отменяют законы. Мы каждый день видим в новостях по 2-3 раза, поэтому, что будет с Украиной в дальнейшем, затрудняюсь ответить. Это наши все поколения будут должны и будем работать только на то, чтобы отдать эти деньги. Не дай Бог нам оказаться там. Дай Бог, чтобы мы были в России. Никогда Украина с кризиса не выйдет. Все хуже и хуже будет. Мы благодарны Путину, России. Это наша родина. Мы всю жизнь об этом мечтали. 20 с лишним лет. Мы очень хотим в Россию. Это не поможет выйти из кризиса обычным людям. Обычным людям, когда люди начнут уже голодать, как обычно, горска олигархов будет жить, а основная масса будет просто существовать. Страна поменяла одних олигархов на других. Ничего не изменится в нашей жизни. Это наше твердое убеждение. Если, конечно, Севастополь и Крым удастся нам отделиться, я считаю, что нашему нам просто повезет. Знаете, вот как вот лотерейный билет, вот выпал в жизни, надо воспользоваться. Играли. Вот так. Это наше твердое мнение. Мое отношение к референдуму, я в душе русское, хочу в Россию, буду голосовать за. И все мои друзья будут голосовать за. И все мои родные, и вся моя семья, близкие будут голосовать за. Голосуйте за Россию. Я бы хотела, чтобы всегда в городах было так, чтобы никто ничего не боялся. И вот было не только по праздникам так красиво, а всегда, каждый день. А по праздникам было бы вообще еще лучше, чем сейчас. Редактор субтитров А.Семкин